Дорогие друзья, во-первых, сначала я вам представлю нашего гостя. И сегодня в нашей беседе принимает участие один из самых необыкновенных, новый, говорят новый русский, да, а у нас новый одессит, один из самых необыкновенных одесситов, человек, который приехал в наш город, и, в общем-то, у которого судьба связана совершенно с другим городом, но благодаря тем событиям, которые произошли в 2014, да, в 2015 году, этот человек оказался в Одессе, и среди переселенцев появился новый одессит. Итак, Владимир Богатырев. Владимир Богатырев приехал в наш город и попал на курсы журналистики к Юрию Анатольевичу Работину. Но вы знаете, до этого Владимир Богатырев имел достаточно серьезный путь в научной деятельности. Вот я вам представляю человека, который не только научный сотрудник, не только руководитель собственного института, который был создан в Донецке, это человек, который ведет свой блог, который стал незаменим в Одессе в очень короткий период времени. Достаточно только сказать, что его путь в журналистику начался спонтанно и вырос неимоверно в серьезную, достаточно ответственную и профессиональную работу. Итак, можно только сказать и заметить, что первые публикации Владимира Богатырева составляли 40 репортажей за 2015 год. Вдумайтесь, это достаточно много, 40 репортажей. Но это вам покажется удивительным. Но в 2018 их было 196. Вы вообще услышали? 40 репортажей в 2015 году и 196 репортажей буквально через 2 года. В 2019 год только 3 месяца с начала года. Вернее, даже 5 месяцев. За 5 месяцев 75 репортажей. Неимоверное количество мероприятий, культурных событий города Одессы проходят не без участия Владимира Богатырева. Более того, освещаются именно этим человеком. А вот сейчас мы перейдем к интересной беседе. Что же себя представляет Владимир Богатырев сегодня? Итак, Владимир, чтобы узнать, что вы себя представляете сегодня, я бы хотела задать вам вопрос. Вот журналистика, она же имеет разные варианты подачи. То есть мы привыкли к газетным изданиям, но мы в 21 веке все больше и больше переходим на интернет. Вот расскажите, пожалуйста, о своем месте в журналистике. Когда смотришь, как люди относятся к печатным изданиям, ты видишь, что все очень сложно. И эти печатные издания закрываются, либо сильно сокращают свой тираж. И это печально. Это, конечно, печально, но а что делать? И вот когда ты хочешь реализовать себя вот в этом как раз новом, совершенно для меня, на этом новом поприще журналистики, возникает вопрос, а где мне печататься? И некоторые журналисты говорят, журналист это тот, кто за свою деятельность получает деньги. Но моя попытка, в общем-то, напечататься в нескольких газетах одесских, они были все равно бесплатными. Я поэтому до сих пор считал, до этого времени считал себя, что ну какой же я журналист, если мне за это деньги не платят. И наступает момент, когда думаешь, ну а хочется осветить многое, что ты видишь в Одессе. Те встречи с которыми ты, с теми людьми, с которыми ты здесь волею случая встречаешься, где это, в общем-то, размещать? И тогда возникает вопрос, широчайшее поле для журналистики интернет. И вот я думаю, что интернет породил новое направление, которое называют блогерство, где, в общем-то, появилась профессия блогер. И тогда возникает вопрос, а кто это такой блогер? И здесь поле возможностей для того, чтобы зарегистрировать, или вернее даже без всякой регистрации официальной, а только в интернете... Ну можно и зарегистрировать свой канал. Кстати сказать, с регистрацией такого официального бумажного издания нужно пройти много всяких, вообще... Препонов. Препонов, да? А в интернете таких препонов нет. И ты имеешь возможность зарегистрировать свой журнал, газету, блог, и описывать то, чего тебе хочется. Вот таким образом поступил и я. Сначала я начал блог, который в интересном в Одессе, и то, что вижу, в общем-то, то пою, то описываю, я выбрал свой формат, который содержит текст, содержит видео и содержит фото. И мне потом говорили, что это редко кто так делает. Да, я только хотела сказать, это уникальная такая подача с фрагментами материала. Бывает, в общем-то, когда ты короткие фрагменты помещаешь, а иногда такое событие, которое хочется осветить полностью, записать полностью всю встречу, все открытие выставки какой-то. И тогда возникает вопрос, а что это у тебя? Это уже не короткое видео какое-то, а какой-то длинный такой, в общем-то, сюжет, в котором ты действительно фиксируешь все, что происходило. Писательница Ольга Ревницкая мне сказала, я поняла, ты, говорит, не журналист, ты, говорит, архивист. То есть ты архивируешь события. И, может быть, это, в общем-то, тоже своеобразное такое направление в этой самой журналистике. И вот, действительно, когда ты находишься в Одессе, это уникальный город, в котором столько событий, и таких интересных событий, которые, ну, очень хочется, чтобы люди знали и другие. Вот появился у вас блог, первый, который был, один из первых, скажем так, это просветительский. Я назвал его культурно-просветительский журнал «Интеллект развитию Одессы». Вот, «Интеллект развитию Одессы». Вот в этой фразе, вы знаете, как корабль назовешь, так он и поплывет. Поэтому я хотела сказать, насколько, по сути, вы угадали с названием вашего блога, и насколько он получил свое продолжение, развитие, именно благодаря тому, что вы его наполнили теми яркими событиями, которым вы стали свидетелем. Более того, самым активным участником. Более того, как сказала Ильминская архивариусу. Так что, хотелось бы еще задать такой вопрос. Вот у вас была научная стезя, научная деятельность, причем в такой интересной области. Вы же работали с теми, кто создает имидж, успех. И вообще, вот немножечко расскажите о тех предпринимательских вариантах, которые, в общем-то, как бы были у вас изначально. И каким же образом вы из научной среды, причем в такой серьезной области, как называлось ваше направление? Я профессионал в области обработки металлодаврения. Я работал на кафедре обработки металлодаврения в Донецком, сначала политехнического института, а потом технического университета. И это совершенно естественный путь молодого человека, когда человек становится инженером, потом аспирантом, потом кандидатом в науку, потом доцентом. И это... И плавно-плавно переходит к осмыслению того, что необходимо. Ну, может быть, это и так, но у меня сложилось еще, в общем-то, какими-то этапами. Вот этап этой моей такой преподавательско-научной деятельности, изобретательской деятельности, и у меня накопилось 50 изобретений. О, 50 изобретений! Это вообще потрясающе! И хотя у нас на кафедре были ребята гораздо более активные в изобретательстве, ну, 50 тоже, в общем-то, вроде не слабо. И вот это этап такой образовательной деятельности в роли, значит, педагога. А наступил момент, 91-й год, когда стало можно создавать разные предприятия, появилось предпринимательство, легальное предпринимательство, в том числе легальное предпринимательство в сфере образования. И мы с коллегами создали сначала Донецкий открытый университет, потом Донецкий институт предпринимательства, и вот я инициатор создания этого института предпринимательства. Первый ректор, можно сказать. Потому что я не занимал роль ректора, я занимал роль проректора, И организатор этого вуза. Но потом за годы деятельности института предпринимательства подготовили около 3000 предпринимателей. И это уникальные ребята, которые создавали в Донбассе. Мы нацелились на то, чтобы инициировать творческую энергию инженеров, прежде всего, которые хотят внедрять какие-то новшества. Но потом это расширилось до разных сфер предпринимательской деятельности. 3000 специалистов, 3000 профессионалов вышли из стен вашего университета, института. Вышли с теми знаниями, которые позволили им реализовать себя в жизни. Сегодня эти ребята разъехались по разным странам. Сегодня много... Я с ними постоянно контактирую, видя в интернете страничку Донецкой института предпринимательства. И естественно, они... То есть страничка еще жива. Работа с выпускниками всегда была для меня очень значимой. Потому что те связи, которые возникают в ходе учебы, они ведь... Это ведь братство выпускников такое. Мы назвали это братство выпускников института предпринимательства. Это братство, оно продолжает жить независимо от того, что ВУЗ прекратил свою деятельность. И в связи с событиями, которые 23 года существовал в институт. 23 года. Но за эти 23 года мы получили вот это самое братство, которое продолжает жить и... И по сей день. И по сей день поддерживает друг друга. И очень приятно, когда ты видишь уже в Одессе те ребята, которые действуют. Ну, мы надеемся, благодаря тем знаниям. Вот это был этап моей такой активной деятельности в роли организатора учебного процесса. Организатора нового учебного учреждения. Но этот этап прекратился у меня в 2014 году. Ну, в связи с теми событиями, которые произошли. В 2014 году наступила новая жизнь. И когда мы приехали в Одессу, возник вопрос, а чем мне заниматься? И как исследователь, я, наверное, вот, я знаю, струнка, или черта, так сказать, исследовательская, она позвала меня в то, чтобы смотреть на этот уникальный город, встречать интересных людей, изучать этих людей. И поэтому этот путь привел меня в Крите Колобовой. Ну, да, феноменальные личности, да, легендарные. Спасибо большое. И первое, что, где я познакомился с Критой Колобовой, это был... Международный Гриновский фестиваль «Алые паруса». И мне вообще-то приятно, что завершается Гриновский фестиваль, день рождения Грина. Да. Это мой тоже день рождения. Фантастика. Это мы так специально подгадали. И вот Гриновский фестиваль первый для меня, а он был, по-моему, восьмой, потом был девятый Гриновский фестиваль. И вот эта дружба у нас и сотрудничество продолжается по сей день, что у меня очень радует. Причем надо заметить, что это была встреча удивительная, не было света в зале. И это было вообще удивительное открытие, самый удивительный фестиваль энтузиастов, когда совершались чудеса буквально по ходу. И одним из этих чудес был сам Владимир Богатырёв, потому что его Бог прислал к нам в зал, и он неимовернейшим образом все-таки создал какие-то определенные фрагменты фестиваля, вошедшие в историю. Огромное спасибо. Ну вот такой вот экскурс. Кстати, я вам скажу, что вы когда-то мне заикнулись даже о том, что вас позвали Одесса Творческая. Помните вот этот момент, когда Азарова вас попросила вести... Зоя Арова попросила вести такую вот рубрику Одесса Творческая. Нет, 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 это, наверное, так. Зоя Арова создатель группы в Фейсбуке. И, ну, слово творчество для меня ключевое уже очень много лет. Я ей преподавал творчество, ну, правда, техники. И вот совершенно естественно, что я отреагировал, тоже попросился в эту группу. Наверное, увидя мою, в общем-то, активность такую вот репортерскую, Зоя Арова предложила мне быть модератором, то есть одним из тех, кто модерирует эту группу, а в ней уже более 25 тысяч участников. Причем сама Зоя проживает не в Одессе, она же нас как бы проживает саму бежу. Она издалека ведет эту самую группу, и просто замечательный человек. Тоже и писатель, и поэтесса. Ну, когда она будет в Одессе, мы обязательно с ней встретимся здесь, в этом замечательном зале, да. Вот поэтому в Фейсбуке, Фейсбук дает возможность контактить с людьми, переписываться, и, я не знаю, площадка для знакомств и продолжение этих знакомств в виртуальном режиме. И это очень здорово. Более того, мы в Фейсбуке находим таланты, и неоднократно Фейсбук нам дарил потрясающие перлы, и удивительнейших людей, которые создавали эти перлы, и до сих пор создают. Мы радуемся чудесным одесским зарисовкам Андрея Рюликова, который именно в Фейсбуке попал на глаза своими оригинальными одесскими зарисовками. Ну и, конечно, очень много личностей, которые Фейсбук дарит нам каждый день. Да, безусловно. А вот давайте вернемся все-таки к... Кто же такой блогер, и вот чем он занимается? На ваш взгляд, вы же успели уже вникнуть в эту тему, потому что вы стали одним из них. Ну и мне кажется, что очень значимо, что блогер – это создатель какого-либо журнала, или какого-то блога, в котором он имеет возможность... Интернет-источника знаний. Да, интернет-источника знаний, где он способен или может располагать свои наблюдения за миром, и за тем окружением. Ведь человека делает человеком, и личностью делает окружение. И вот это окружение, вот оно имеет возможность отразить в своем блоге то окружение тех людей, те события, которые проходят в уникальном лечении, я вас утверждаю, в городе Одесса. Ну, уникальный город Одесса имеет такую способность вокруг себя, видимо, аккумулировать таких удивительных, интереснейших людей, как наш Владимир. И хотелось сказать, что, вы знаете, вот у меня возникло такое такое интересное сравнение. Очень часто профессионалы, как вы сказали правильно, отмечают, если ты журналист, то тебе платят. И профессионалы очень часто бьют на то, что они получают деньги за то, что они дарят свой профессиональный труд, и при этом эти люди удивительным образом забывают главный постулат. Бесплатно дадено, бесплатно и отдай. А ведь талант нам, Богом, дам абсолютно безоплатный. И самое приятное в людях с большой буквы, это не умение продать свой талант, а умение подарить свой талант людям. И ваше бескорыстие в сочетании с высоким профессионализмом и отличает вас от очень многих людей среднего уровня и даже высокого уровня профессионалов, которые не дотягивают, они не дотягивают до планки личности именно за счет такого вот заблуждения, что они обязательно на всем должны заработать. Они проигрывают главное, они оплачивают это все потом совершенно другой монетой. А те люди, которые бескорыстны и которые делают во благо Вселенной в сотню раз больше, они и получают от Вселенной в тысячи раз больше. А главное, что получают, они получают уважение людей. Вот как вы относитесь к бескорыстию в творчестве? Я думаю, что примером, ярким примером бескорыстия в творчестве является ритокол. Это петушка хмалит петокол. Потому что посмотрим на все то, что происходит в комменном зале. Это постоянная смена экспозиции выставки в галерее Грандбургс. Это постоянные встречи бардов, которые здесь проходят. Здесь... Поэты, музыканты. Я вам скажу, что мы не хмалим друг друга. Мы пытаемся сейчас привнести нашему зрителю небольшую толику сомнения. Не все то золото, что блестит, и не все, что дорого, за что вы платите. То есть иногда нужно работать для души. Дорогие профессионалы, как только вы это поймете, вы ощутите тот кайф, который вам пока неведом. Вы получаете денежный эквивалент, но вы не получаете кайф от творчества. И Владимир, он сейчас говорит о наших мероприятиях здесь не с точки зрения того, чтобы похвалить меня, а с точки зрения того, чтобы показать, насколько созвучны наши в этом взгляды. И как важно найти этого человека, с которым созвучна твоя душа и твои стремления. Я хочу еще отметить, что Владимир Богатырев совершенно недавно стал членом Национального союза журналистов Украины. И к нашему полку прибыла, поэтому мы стали еще и коллеги по этому цеху. Ну, как бы журналистика. А так как сейчас 60-летие Национального союза журналистов, то и наш репортаж войдет в копилку этого празднования юбилейных репортажей, которые сейчас идут и в интернете, и на телевидении. И хотелось бы, чтобы мы не были скучными. Вы знаете, журналистика это очень живое направление. Это очень быстрое мышление. Это очень быстрая реакция, очень быстрая подача материала. И если сегодня ты расслабился, то на завтра твой материал уже не имеет той актуальности, которая есть у него сегодня. И это знают только журналисты. Поэтому, когда мы сталкиваемся с людьми быстрого мышления, мы должны понимать, что перед нами человек с мышлением журналиста. И тут в свои, в общем-то, достаточно уже солидные годы я пытаюсь конкурировать с молодежью. Я пытаюсь так, чтобы слово появлялось в газете, то есть в интернете, появлялось в тот же день. И это очень интересное соревнование с молодежью. Ну и главное, что Бабетарёв реагирует, лидирует в этом. А я хочу сказать, ну, реагирует. Конечно, он реагирует очень быстро на все события, но очень важно, как он реагирует. Он реагирует очень позитивно. Очень позитивно, и что очень нравится всем, кто посещает его блоги, это то, что у него легкая, необыкновенная подача материала. И вы знаете, первое время, когда он мне сказал, Рид, я делаю вот так, вот, а вас устраивает такой формат? Вы знаете, я была поражена. Для меня это был настолько удивительный формат, настолько необычный, и вместе с тем увлекательный. Почему? Потому что в нем он сумел сочетать текстовый материал, тут же видео, тут же ссылки, тут же фото. Это удивительно необычно. необычно с точки зрения того, что мы привыкли видеть. То есть в печатном варианте у нас нет, конечно, видеоподачи. На видео на ютубах у нас есть просто видео, которое мы можем посмотреть. А здесь вот такой синтез. Именно синтез, это говорит в нем тот научный сотрудник, который привык делать удивительные вещи, а главное изобретатель, автор 50 изобретений. Ну и очень хочется еще рассказать, что в этот замечательный день вот у нас была встреча с Юрием Анатольевичем Работиным, и вы бы видели закадровые варианты, когда люди очень активно общаются, жизненно, важные вопросы, молниеносно обсуждаются, очень интересно, много общих точек соприкосновения у людей с интеллектом. И очень важно в нашем обществе все-таки поддерживать вот этот интерес к знаниям, поддерживать интерес ко всему новому. Ну, я права? Абсолютно. Вот, поэтому наша сегодняшняя беседа о блогерах, она была тоже важна, с учетом того, что журналистика переходит на уровень интернетовский, но не теряет при этом профессионализма. И вот эти блоги, которые сейчас в городе Одессе, сколько их? Более 30-ти? Ну да, это так. И вот, как говорит моя внучка, подписывайтесь на мой канал. Вот, это очень важный момент. Подписывайтесь, и вы поймете, о чем мы говорим. Вам будет всегда очень интересно, потому что очень много событий нашей одесской жизни проходит в блогах в самом ярком варианте и в самой интересной подаче. Спасибо. С вами были Рита Колобова и Владимир Богатырев. Спасибо большое.